Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы вместе анализируем события, ситуацию, которая складывается на финансовых рынках и следим за тем, как отрабатывают наши долгосрочные идеи, те активы, на которые мы делаем ставку. Итак, сразу к повестке экономического календаря. Сегодня у нас несколько отчетов, которые мы должны иметь в виду, если фунт относится к списку тех инструментов, которыми мы спекулируем, в частности, в 11.30 по московскому времени, вот это данные по промышленному производству. Далее, в 12.00 статистика по бизнес-настроениям, бизнес-оптимизму ЗЮ. Забегая вперед, хочу отметить то, что, скорее всего, этот отчет снова вернет на рынок доказательства фундаментальной макроэкономической слабости всей еврозоны и всего валютного блока, потому что сам факт роста торговых споров напряженности в отношениях Европейского Союза и США после выбранного вектора протекционизма США не может, разумеется, создавать хорошие условия для улучшения бизнес-настроений. Когда на рынке говорят о такой степени неопределенности, больше причин даже с некоторым скепсисом смотреть в будущее для промышленников, прогнозируя более слабые показатели хозяйственной деятельности, выручки и так далее. Поэтому по ЗЮ думаю, что, если попробовать сейчас пробежаться по истории последних отчетов, из последних 8-9 месяцев, когда мы разбирали эту статистику, хорошие данные были только в одном. Сейчас ситуация, как вы понимаете, стала выглядеть более остро, поэтому уверен, что сегодняшний отчет будет в мрачных тонах, и, соответственно, европейская валюта, пусть и не довольно интенсивно реагирует на эту статистику, но может все-таки дать слабину, тем более, что евро и без того у нас сейчас снижается на фоне укрепления курса доллара. Также, друзья, сегодня мы еще ждем данные по темпам экономического роста Англии. Вот пока что точного времени нет, вот, к сожалению, смотря на экономический календарь, как раз по хронологии точного времени нет, но я думаю, что оно появится чуть позже. Это очевидно после 11.30, я думаю, что, скорее всего, около 14.15.00 по московскому времени. Отчет важный для британца, особенно в свете вчерашних крайне негативных новостей, которые полностью сломали наши позитивные ожидания, потому что в этот раз на рынок пришли сообщения о самом настоящем расколе в поительстве Англии, когда в отставку подали сразу два видных и высокопоставленных чиновника. Это Дэвид Дэвис, который был, по сути, министром по вопросам Брэкзита, и еще, скажем, Борис Джонсон, который возглавлял Министерство иностранных дел. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. В целом я хочу лишь подытожить по факту ожидания, что темпы экономического роста по Англии мы сегодня с вами рассматриваем как кульминацию. Выходы довольно сильных отчетов по активности в производственном секторе, и строительстве в сфере услуга. В целом вчера уже делался акцент на то, что мы должны замкнуть эти данные фактическим релизом по экономическому росту восстановления, который вернет рынок идею неизбежного повышения процентной ставки в августе. Это, пожалуй, мощнейший катализатор, который сейчас еще на финансовых рынках остается для британца, который может привести к еще большему росту, укреплению курса данного инструмента. Ну, основные релизы, конечно же, у нас едут на конец недели. Собственно, завтра у нас начнут выходить сильные отчеты по Штатам. Судя по текущей динамике, доллару даже и без статистики, в принципе, уже довольно достаточно того новостного фона, который сложился, чтобы расти. Доллар японская иена, собственно, карабкается вверх, уже выше 111. Я думаю, что на этом мы не остановимся. Дальше будут уровни получше, поинтереснее. Тем более, что на этой неделе мы с вами разбираем отчет по инфляции, который может стать дополнительным подспорьем для нас, трейдеров, которые ждут как минимум два повышения процентной ставки, чтобы мы не отказывались от позиции неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому по доллару у нас исключительно оптимистичные ожидания, которые отрабатываются. Хорошо, что сейчас участники рынка не обращают внимания на те споры, которые продолжают развиваться, ну или, по крайней мере, имеют место быть по торговым вопросам. В принципе, эта тематика даже характерна для глобальной экономики. Но вот новостей за минувшие торговые сутки не случилось, не было. И отсутствие новостей по факту роста торговой эскалации и напряженности – это, наверное, тоже положительный момент и фактор, который неплохо отрегивается долларом. Прошу прощения, друзья, за голос, потому что подхватил простуду. К сожалению, это сказывается, опять же, на состоянии. Но, как вы видите, остаюсь в строю и вместе с вами слежу за тем, что происходит на финансовых рынках. Теперь давайте чуть подробнее пробежимся по основным финансовым идеям и инструментам, которыми мы продолжаем спекулировать. Начнем мы с нефтянки, которая пока что радует больше покупателей, намеревающихся дотащить бренда 80 долларов за баррель. 78.22 – это, собственно, закрытие минувшей торговой сессии. Сейчас бренд еще чуть выше – 78.53. Новостной фон не то чтобы неоднозначный, но он не позволяет трейдерам окончательно определиться с выбором дальнейшего пути, направления движения, потому что есть и аргументы в пользу покупок, есть и аргументы в пользу продаж. То есть, фактически, силы покупателей и продавцов действительно равны. Основной идеей остается рост нефтедобычи в одних регионах, который, по сути, компенсирует падение производства нефти в других. Сейчас, даже анализируя то, что было интересно, за минувший день особо даже выделить нечего, потому что трейдеры продолжают отыгрывать перебои поставок из Ливии, из Венесуэлы. Трейдеры все еще верят, что США не откажутся от своей агрессивной позиции в отношении Ирана и заставят многих партнеров данного государства, прежде всего, корпоративных партнеров, отказаться от ведения общих дел с данным исламским государством, соответственно, больше не закупать нефть, не способствовать экспорту, то, что, в конце концов, приведет к общему замедлению поставок из РНа примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Эта тема обсуждается уже не первую неделю, но все равно, думаю, что уже пора о ней забывать, ведь по факту мы узнаем, так это или не так, не раньше ноября. Но на этот момент и на этот фундамент все же обращают внимание, потому что те, кто хочет увидеть бренд гораздо выше текущих значений, им, конечно же, сейчас задача номер один, идея фикс, это набрать больше аргументов именно недопоставок на глобальный рынок, потому что, в конце концов, это каким-то чудом для них может стать причиной дефицита приложения на глобальном рынке. Надеюсь, друзья, вы такую позицию не разделяете, потому что совершенно не так. Мы знаем уже позицию стран ОПЕК+, которые дали понять, что дефицита предложения не будет, и чем больше сейчас на рынке нефти будет выпадать по поставкам, тем больше возможностей будет у них, чтобы задействовать свободные производственные мощности и увеличивать совокупные показатели выработки. Вчера мы говорили о том, что страны ОПЕК очень сильно нарастились за прошлый месяц в поставке, в частности, Саудовская Аравия увеличила экспорт на внешний рынок практически на 500 тысяч. Я думаю, что показатель будет гораздо выше. Фактически, если мы посмотрим еще на оценку экспертов, то до конца этого года, фактически остается полгода, общий показатель совокупного производства страны ОПЕК+, вырастет не на 1 миллион, как прогнозировалось, и было отмечено по итогам наседания, а может быть даже на 1,5 миллиона. Я думаю, друзья, совершенно очевидно, что такой показатель, такая цифра в 1,5 миллиона, это гораздо больше, чем весь потенциальный спад, который может сейчас возникнуть на рынке черного золота, и с этим из-за перекоса возникают вопросы, не станет ли это условиями для формирования и очередного перенасыщения мировой экономики избыточными запасами. Это долгоиграющая тема, но рынок, раз уж сейчас обращает внимание на Иран, и то, как и что произойдет с поставками, скажем, к ноябрю, почему бы рынку сейчас не обратить внимание на те проблемы, с которыми может вообще столкнуться весь этот сектор, ну пусть в более, скажем, поздний период времени. Важно отметить еще также, что долгосрочные триггеры, факторы распродажи нефти, они появляются, пусть и не сразу, но заранее формируют основу для развития нисходящего тренда. Поэтому, друзья, нам остается только видеть действительные ориентиры, реальные ориентиры для этого рынка, иметь возможность их объяснить, ну и нашими с вами скромными депозитами, стараться все-таки примкнуть к крупным продавцам, которые видят нефть ниже 70 долларов за баррель. Потому что, если мы доберемся до этого уровня, конечно же, мы с вами неплохо сработаем. Действовать с текущих уровней очень опасно, потому что даже с точки зрения техники есть высокая вероятность того, что попробуют, как говорят многие, выдавить продавцов, работающих с максимальной загрузкой по депозитам. Чтобы выдавить, нужно коснуться психологических уровней, рубежей, в данном случае это около 80 долларов за баррель. Но в любом случае, я считаю, что даже если этот уровень и будет протестирован трейдерами, ну не вижу причин для того, чтобы мы забрались выше. Разве что вот перебой с поставками из Ливии это новая реальность, которая в конце концов станет, скажем, новостным фоном более долгоиграющего такого характера. Но это тоже, скажем, вилами по воде. Я считаю, что порты в самое ближайшее время снова начнут работать. Ливийский и тот самый спад там больше, чем на 800 тысяч, эта тема уже совершенно не будет актуальной. Поэтому будьте осторожны, друзья, сейчас с длинными позициями, потому что есть высокая вероятность развития нисходящей динамики. Нужно быть готовым к тому, что она может случиться в любой момент времени. Рубль 62.50, поддержка, собственно, нефти позволила сейчас рублю немного укрепиться. Хотя я думаю, что недолго музыка будет играть на улице российского валютного актива, потому что по мере снижения это уже неоднократно было подчеркнуто, и мы это видели. Девальвация, в принципе, проявляется мгновенно, и тут же рубль оказывается выше 63 цель, прежний 65. По рынку нефти забыл, друзья, важно, что сейчас у нас три дня довольно серьезной такой фундаментальной отдачи для нефтянки, потому что сегодня у нас доклад от администрации энергетической информации по тому, сколько нефти будет добываться в следующем месяце. Завтра у нас доклад от ОПЕК по тому, сколько нефти было добыто, и планы тоже по добыче. И в четверг это Международное энергетическое агентство, которое представит собственное видение по показателям спроса и предложения. Традиционно тоже довольно серьезная новость для всего рынка, которая вряд ли останется незамеченной. Доллар японская иена, как я уже отметил, восстанавливается. Возможно, это следствие все же реакции на данные по Non-Farm Barrels как ни крути. Мы в них нашли больше позитива и количества новых рабочих мест, больше медианной, а средней цифры, выше прогноза и динамика рост заработных плат, 2,7% в годовом выражении, это хороший показатель. Я думаю, что если вообще мы видим цифры выше 2,5, это отличная новость. Нету негативных новостей по поводу усиления торгового протекционизма США. Собственно, как вы помните, Китай ответил, как и было обещано, на импортные пошлины 25% в адрес китайских товаров со стороны США аналогичными мерами. То есть принятые пошлины в 25% тоже эквивалент стоимости товаров такой же, как и со стороны США, 3,4 миллиарда долларов. США пока не усилили, скажем, градус напряженности, вроде бы как и не ответили, хотя многие считали, что попытка огрызаться со стороны Китая будет воспринята в качестве, скажем, красной отрябки для США, которая тут же проявит большую агрессию и установят новые импортные пошлины на большую категорию товаров и в большем долларовом эквиваленте. Но пока на рынке этих сообщений нет, участники трейдеры немного выдохнули, максимум негатива уже вроде бы как отыгран, поэтому можно фокусироваться на статистике, на статистике, которая будет влиять на решение ФРС по процентной ставке. И те отчеты, которые ожидаются впереди, дальше они только усилят нашу веру в то, что ставки будут повышаться. Друзья, доллар и японская иена растет, давайте не будем мудрить, не будем перекладывать сейчас капиталы в защиту. Пока нет плохих новостей, из-за которых мы могли бы это сделать, покупаем доллар, не раздумываясь и ждем сопротивления 112-113. Доллар канадец, вчера мы с вами хотели быстрой победы, прямо с открытия недели добраться до уровня 1.3040-1.3050, но рынок под закрытие торговой сессии очередной кульбит выкинул. Мы сейчас выше уже отметки 1.31-1.3130, может быть, даже повыше за последние минуты забрались. Особо не расстраивайтесь, потому что потенциал локального снижения к отметке 1.30 еще сохраняется. У нас впереди решение по процентной ставке завтра. И вероятность того, что ставку поднимут чуть ли не 80%, даже если смотреть экономический календарь, уже закладывается повышение на 25 байсных пунктов. И если решение будет принято, то в моменте пара доллар-канадец может пролететь вниз пунктов 100-150, может быть, даже повыше. Но не замахивайтесь на совсем нереальные цели, там 1.28, лучше не ориентироваться на такие показатели. Достаточно, собственно, пока руководствоваться целями, которые я обозначил, это отметка 1.3050-1.3040. И, собственно, как только эти уровни сделаем, с рынка выходим, и уже потом я дам рекомендацию по покупкам, когда будут хорошие уровни. Американский фондовый рынок. Предлагаю сделку Sell Limits с отметки 2800 пунктов. Впереди старт сезона отчетов. Как всегда, серьезные компании учитываются первыми. Много сейчас позитивных ожиданий по поводу того, что квартальные отчеты не разочаруют, я предлагаю сделать ставку на обратный исход, на негатив, который со всеми прочими факторами, которые я вам неоднократно уже объяснял, почему американский фондовый рынок нужно продавать, нужно постоянно быть в поиске хороших уровней для этого Sell. В конце концов, эти продажи могут неплохо отработаться. Стоит только на финансовых рынках появиться негативу, который касается торгового противостояния. Как и всегда, технологический сектор включит заднюю, очень сильно прольется, и это скажется на капитализации основных бенчмарок. Это уже неоднократно было. Я думаю, что это уже опыт наш. Мы должны быть к нему готовы. Тем более, что очень ограниченный инструментарий воздействия Китая на США, в отличие от США на Китай, но все-таки что-то есть у них в плане инструментов, которые можно использовать. И прежде всего, это давление на те корпорации, которые действуют в Китае. Поэтому, если Соединенные Штаты Америки решат, что Китай поступил неправильно, и Китай, скажем, расстроил Соединенные Штаты Америки, то, что вместо того, чтобы вернуться к переговорам, они пошли на сопоставимые ответные по масштабам действия, то тогда новый виток вот этой агрессии со стороны США, торговой, может в конце концов привести к точно таким же мерам Китая против США. Соответственно, и у фондового рынка уже не будет причин для того, чтобы расти, и мы сможем отработать позицию в сел. Повторяю, в сел лимит 2800 пунктов. Фонд против доллара. Вчера новости, прям со знаком и с такой символикой молнии, новости, которые спровоцировали безумную распродажу, фактически почти две фигуры фунт потерял. Если брать хай, там 1.3360, по-моему, 2. Немного мы восстановили, сейчас уже фокусируемся на статистике. Негативный фонд был связан с серьезными перестановками в правительстве. Как я уже отметил, ряд чиновников подали в отставку. Основная аргументация связана с тем, что с текущей позиции Терезы Мэй невозможно договориться с Еврокомиссией. Тереза Мэй не хочет идти на уступки. И такая жесткая позиция со стороны премьер-министра фактически может стать причиной неизбежного жесткого бреклиста, который мы так всячески старательно хотим с вами избежать. Но может быть новый, скажем, чиновник, который не успел посмотреть, правда, кто заменит сейчас Дэвида Дэвиса, хотя даже если бы и были сейчас водные по имени и фамилии, наверное, нужно еще покопаться, где этот человек работал раньше и что он сулит нам в плане тех ожиданий, как трейдерам, инвесторам, которые рассчитывают на улучшение в целом настроений по Брейкзиту. Попробую сделать это позже и в ходе следующих брифингов мы еще к этому вопросу вернемся. Сейчас, друзья, политику немножечко можно отодвинуть на второй план и сфокусироваться на статистике. Ждем сегодня ВВП, ждем сегодня промышленное производство. Если данные не разочаруют, тогда еще несколько процентов вероятности повышения процентной ставки в августе нам будут даны. И, соответственно, у пары фунт-доллар появится возможность немного отрасти и снова вернуться в район 1,33. Ну, верю я, фунт можете критиковать, можете не разделять мою позицию, но фунт это единственный рисковый инструмент, у которого реально сейчас хорошие шансы и возможности, чтобы цепляться не за то, что происходит где-то там в мире из-за торгового противостояния с долларом. У него есть хорошая возможность цепляться за тем, что будет с ним лично, с фунтом по факту предстоящих решений по процентной ставке. Прилагаю сделку Байлимин с отметки 1,3190. Евро против доллара, сделка сразу селл-стоп с отметки 1,1720. Продаем, потому что вчера наша с вами ставка и расчет на то, что Драги поддержит идею не совсем о своевременности на текущем этапе выхода из действующих экономических стимулов. Этот расчет был оправдан, потому что Драги говорил об усилении протекционизма, росте торговой напряженности, которая абсолютно несовместима с тем, чтобы экономика отказывалась от тех стимулов, которые долгое время ее поддерживают. Ну, вы сами, друзья, можете сделать выводы, к чему это в конце концов привезет. Я думаю, что, может быть, окончательный выход из программы количественного смещения будет отложен уже на 2019 год. Ну, или, по крайней мере, те изменения, которые могут произойти с процентными ставками, они, если и случатся, то не раньше прям закрытия 2019 года. Это все равно, скажем, выводы, которые относятся к категории мягких, несовместимых с ростом курса евро. Поэтому уровень 1.17.20 для продаж мне кажется сейчас перспективным. И если вы присматриваетесь к продажам, можете иметь его в виду, чтобы, собственно, открывать короткие позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся. Конечно же, хотелось бы, чтобы мы увиделись с вами завтра. Ну, не знаю, как по самочувствию, не буду обещать, но постараюсь остаться в строю. Хорошей торговой сессии, хороших вам торговых будней, роста депозита. До скорой встречи. Всего доброго. До свидания.